Итак, мы с вами изучаем судьбу, да, немножко о судьбе поговорили, то есть жестокая судьба. Первый вид диагностики жестокой судьбы – это сны, которые приходят к человеку. Кошмары, когда снятся мёртвые с косами, стоят вокруг тишина. Всё это, всё фигня. Главное – это сны, которые вызывают чувство безвыходности, такое, как будто нет выхода. И это на фоне торжественные сны такие, нет выхода торжественные, часто яркие. И у вас нет сильно каких-то эмоций, ни страхов, ни припадков, ни судорог. Как просто вот что-то торжественное такое. Это из будущего. Запомнили? Всё остальное, там черки снятся, там страхи какие-то, погони, там опасности. Всё это злые духи. Есть ещё сны, когда ты сильно переживаешь о том, что происходит. Прямо чётко и ясно всё видишь, сильно переживаешь и чувствуешь прямо, что это ты проживаешь эту ситуацию. Запомнили, как это происходит? Никаких кошмаров, никаких чертей, никаких погонь. Просто ты чувствуешь, что ты проживаешь ситуацию. Запомнили? Это сны из прошлых жизней. Вот видишь дома, там видишь людей, ты проживаешь какую-то ситуацию или необычную, там видишь что-то такое неземное, такое, ты там живёшь в этом месте. Это сто процентов из прошлых жизней. Запомнили? Теперь насчёт сонников. Выкиньте в унитаз. Следующее, что я хочу вам сказать. Судьба, злая судьба всегда о себе предупреждают. И для этого существуют знаки судьбы. Они разные бывают совершенно, и все их надо знать. Вот, например, ты идёшь по улице, дует резкий ветер, который сбивает тебя с ног. Но это не является знаком судьбы. Это является знаком судьбы, когда ты думаешь о какой-то проблеме. Например, что тебя уволят с работы, или что тебя бросит жена, или что-то случится с ребёнком. Резкий порыв ветра в это время, когда ты думаешь об этом, и он тебя прям подкашивает, и ты пугаешься. Вот испуг очень важен. Соединение трёх вещей. Порыв ветра, мысли в это время, мысли о том, что произойдёт, произойдёт и испуг. Это признак злой судьбы. Что это действительно так. Что так и будет. Понятно? Три вещи должны совпасть. И при этом это на фоне спокойного сердца происходит. Ты нормально себя чувствовал, ты там ни о чём плохом не думал, ничего не ждал. Где же ветер, где же ветер. Если ты идёшь по улице, ждёшь порыв ветра, думаешь, у меня, блин, что-то хреново с сыном, сейчас порыв ветра будет. Порыв ветра, и ты думаешь, точно, знак судьбы. Это не знак судьбы, это называется мнительность. Знак судьбы всегда неожиданно происходит. Ты ничего не думаешь. Ты не думаешь, о, злая судьба сейчас будет, я всё увижу, почувствую. Когда человек так настроен, значит, он просто мнительный. И вот мнительность притягивает злых духов. Ты, допустим, идёшь по улице, думаешь, блин, вот Алий Геннадьевич рассказал, я теперь чувствую, что сейчас будет порыв ветра. Вот, я испугаюсь, я думаю о своём ребёнке. И ты ждёшь, идёшь, идёшь, потом чуть-чуть ветерок дунул, не сильно. Ты испугался, и думаешь, точно, знак судьбы. Это не знак судьбы, это влияние злых духов. Как говорится, на что боролся, на то и напоролся. Ничего плохого с ребёнком не будет, просто ты, как бы, сам себе придумал. Понятно? Следующий знак судьбы, это косые дожди. Дождь так идёт, такой сильный, под сильным ветром, дождь идёт, и бьёт тебе в лицо, и ты в это время думаешь о чём-то плохом, и пугаешься, резко такой, джуф, тебя дождём долбанул. Понятно? Теперь гром. Ты идёшь, ты как, сам гром, это нормально. Вот ты идёшь, думаешь о чём-то тяжёлом, в это время гремит гром, и ты пугаешься, и у тебя такое оцепеневшее, торжественное состояние. Это знак судьбы. От Бога тебе привет. Вот. Всегда, вот в этих всех знаках судьбы, есть одна и та же формула. Надо смотреть всегда, с какой стороны. Вот если у женщины слева это всё происходит, а у мужчины справа, это значит, что знак судьбы есть, это всё произойдёт, но в ваших силах всё исправить. Ну, то есть, не нужна божественная помощь какая-то, то есть, есть неприятности, но они исправимы вашей собственной энергии, с вашей силой. Понятно? То есть, жестокая судьба не такая сильная, она слабее вашей силы, вашей энергии. Теперь, если у женщины справа этот знак судьбы происходит, а у мужчины слева, значит, это неблагоприятный знак. Это значит, что в ваших силах нет ваших возможностей исправить ситуацию. Понятно? Что можно слева-справа? А? Слева-справа что-то должно быть? А, знал, как определить слева-справа? Как определить слева-справа? Это сложно понять, как определить слева-справа. Но в целом, примерно так. Есть правая рука, значит, справа. А левая рука, значит, слева. Женщина вчера просто не была, поэтому не была. Что непонятно? Я говорю, есть благоприятная сторона. А хорошая я поняла, но по душе не будет. То же самое. Ну, дождь вам хлистает с правой стороны женщине в лицо. Дождь же не просто идет, дождь, а он хлистает, косой дождь. Тебе рванул ветром дождь, дождь какой-то. Птичка накакала, ты думаешь о чем-то хорошем, допустим, птичка накакала на голову, и ты обрадовалась. Смешно стало. Значит, хороший знак. Знаки же бывают хорошие тоже. Ну, птичка накакала, можно испугаться вообще или нет? Надо было смешно. Смешно, значит, хороший знак. Если ты о чем-то думала, птичка накакала на голову, тебе смешно стало, значит, и ты о чем-то хорошем дула, это хороший знак. А когда тебя человек обидел, то на него спешно и на него птичка накакала. у меня было такое, да. У меня было такое, да. У меня было такое, да. у меня было такое, как бы, меня человек обидел, я говорю, сейчас подскальзнешься, скотина. Он говорит, горает, идет и подскальзывает, и падает. Это Господь шутит просто, ничего тут особенного нет. Вот. Все, молчите, спокойно слушаем. Дальше движемся. Итак, что еще? Еще очень важно не зарабатывать себе, не лезть, ну, как бы, в проблемы. Вот когда человек лезет в проблемы, когда он смотрит на лунное или солнечное затмение. Ну, ты полез, тебе хочется посмотреть. И в это время пришла какая-то плохая мысль. Это плохо. Ну, то есть, вот через эти затмения злые силы пробивают твою защиту. Ну, то есть, не надо туда лезть, никто не должен смотреть на затмение. Хорошо? Это означает, что будут пробивать твою защиту. Если ты там еще что-то плохое подумал, тогда еще хуже. Ну, этого не надо делать просто, и все. Ворона теперь. Ворона тоже может, ну, это вполне реально. Это действительно так и есть. То есть, ты идешь, думаешь о чем-то. Допустим, женщина с правой стороны каркает ворона. Ты пугаешься. Ты думаешь о чем-то тяжелом, конкретном. Каркает ворона, ты пугаешься. Это значит, то, о чем ты думаешь, будет сбываться. Понятно? А если у женщины слева каркнуло, значит, это будет сбываться, и ты испугался, но это не так опасно. слева безопасно у женщины, справа безопасно у мужчины. Справа безопасно у женщины, слева опасно у мужчины. Понятно? Теперь, если никто не каркает, а тебе хочется все-таки понять, тогда есть тоже такой метод, получится у вас он или нет, я не знаю, но пробуйте. Этот метод описан в древних писаниях. Значит, вы черный кот тоже. черный кот, когда перебегает, и в это время ты думаешь о чем-то, и ты чувствуешь, что ты не можешь его обогнать. Ну, то есть, ты хочешь его сделать так, чтобы он тебе не оббежал, он тебя оббегает, и ты в это время о чем-то думаешь и пугаешься. И чувствуешь безысходность, ты хочешь быстрее его, а он все равно перебегает дорогу. Это знак. Плохой. Какой знак? Я вот ехала на полусе сюда, я там со мной села, вот тут перед женщиной с двумя пустыми бедрами делаю, с правой стороны. Я только не могу. Что это? Ни к чему. Ни к чему. Потому что в это время вы ни о чем не думали, и у вас не возникло чувства непреодолимой силы. Ну, поймите, все знаки судьбы означают совпадение трех вещей всегда. Они никогда не возникают на пустом месте. Вот, допустим, во-первых, сейчас не с ведрами, а с сумками. Потому что женщин с ведрами сейчас нет. Никто за колодцей за водой не ходит. А с ведрами она, наверное, ведра купила в магазине. Но это... Ты о чем-то думаешь. О чем-то думаешь. это чаще всего связано с деньгами. Но связано чаще всего с приобретением чего-то. Ты о чем-то думаешь. По поводу квартиры, допустим, хочешь купить квартиру. И тебе вот так пересекает женщина с пустыми пакетами, с пустыми сумками в руках, без продуктов. Значит, никакую квартиру не купишь. А если она с полными такими сумками тебя пересекает, это такой... Нифига себе! Она такая... Ей тяжело нести. Значит, нормально будет все. Но обязательно надо думать. Понимаете? Если ты просто идешь «О, женщина с полными сумками!» Ну, женщина, значит, с полными сумками и все. Понятно? То есть, и все это происходит неожиданно. Вот ты идешь, думаешь о чем-то. Разсуждаешь о покупке квартиры. Женщина тебе пересекает дорогу с полными сумками. Ей тяжело нести. И она вот так тебе раз и обходит. Все значит, ты все купишь. Проиграет помощь. Ну, можно, но это не знак судьбы. Мы говорим о знаках... А? Нет. Это описано в трене и описание. Теперь смотрите. Вот и вы хотите определить, допустим, покупать дом, не покупать. Вы хотите определить, ехать за границу, не ехать там. Выходить замуж, не выходить замуж. Сначала нужно очень сильно концентрироваться на Бога и молиться. Первая стадия это спокойствие в сердце. Спокойствие не достигнете и ничего не узнаете. Пока сильное желание горит, ничего не узнаете. надо дойти до спокойствия. Потом до спокойствия дошли и вот так вытягиваете ручки вперед и мысленно себе говорите в сердце Господу. Хочу понять это событие. Вот спокойствие. Дай мне знание и дальше следите за руками. Если у женщины холод или напряжение или какое-то другое неприятное чувство идет по правой руке, значит этого делать не надо. Еще раз вы услышали меня, что если вы не беспокоитесь, думаете, холодно, по правой руке, это значит наваждение. Но если вы успокоились и вам как бы что воля, что неволя, все одно, вы как бы поставили Господь, пожалуйста, подскажи, я только тебе верю, все молитесь, думайте о Боге, у вас светлая память, сердце, и вы говорите надо замуж за этого человека или нет. Такой светлой памятью и такой раз по правой руке пошло что-то такое неприятное, как будто сводит руку или холод, значит очень опасно. Теперь дальше противоположное чувство по левой руке у женщины идет тепло такое приятное такое, как будто оно расслабилось, такая легкость, это значит просто супер. Теперь если по левой руке у женщины идет напряжение и холод, значит не очень хорошо, но преодолимо. если у женщины по правой руке идет тепло и приятное такое расслабление, то это тоже хорошо. Это означает, что хочешь ты или не хочешь, все равно тебе придется выйти за этого человека замуж и ты с этим ничего не сделаешь. Понятно? То есть если у женщины по правой руке идет тепло и приятное расслабление, то это значит событие придет, оно принесет тебе счастье и ты ничего с этим не сделаешь. Это называется благодарность за несение в грудную клетку. Понятно? Ну то же самое у мужчины только в противоположной руке. Понятно? То есть у мужчины плохо это левая рука, хорошо это правая рука. Все наоборот. А? Не имеет значения. Правша, левша не имеет значения. Еще раз давайте закрепляем материалов. Вы должны сначала помолиться Богу и у вас сильный страх перед событием, сильное желание события проходит. Пока вы это не усмирили в своем сердце, вы не достойны получать знания будущего. Достоин только тот человек, который реально смог с помощью прославления Бога отвлечься от своих желаний. Пока человек находится под влиянием желания, он не сможет определить ничего в этом плане. Есть еще другой способ. Если вы вместе слушаете лекции с подружкой допустим моей, и вам надо что-то определить, вы можете подружку попросить это за вас сделать, потому что ей все равно не так важно как вам. ей легче помолиться, успокоиться, и ей Бог даст правильный ответ, потому что свою судьбу определяет всегда тяжелее из-за того, что ты к ней привязан. Есть еще такой способ, я тоже изучал, улыбка святого называется. Разок у меня была такая ситуация в жизни важная для меня, я решил этот способ проверить. Я посмотрел на икону Святой Матроны и решил также проверить, насколько она святая, вот, и спросил, вот так и смотрю на нее, или вот так, и там, где мне не нравится, она улыбнулась. Я думаю, блин, как-то все грустно. Может быть, все-таки вот так, я на нее смотрю, и она опять улыбнулась. может быть и так. Я тогда понял, понятно, не хочешь знать правду, тогда получи фашист гранату. Вот, и я сделал так, через силу сделал так, как она улыбнулась, и я спасся от большой проблемы в жизни. Понятно? То есть это тоже работает, помощь святых тоже работает, но здесь надо быть абсолютно непредвзятым. Если ты настаиваешь на своем, значит святой тебе поможет ошибиться. Понятно? Если вы хотите прямо изучать тонкости науки, то и у вас все будет получаться, то есть разница, между тем, где напрягается верхняя часть руки, средняя часть запястья, пальцы, или даже кончики пальцев. Если напряглись только кончики пальцев, то даже у женщины на правой руки это означает, что событие не коснется ее, оно пройдет стороной. Если напряглись со второй фалангой, это значит, что событие коснется, но не причинит сильного вреда. Если напряглись все пальцы полностью, то это значит, что событие захватит вас. Если у вас вся кисть напряглась до кисти, что это значит, событие, оно идет издалека, из прошлого, и уже не первую жизнь ты с ним мучаешься. А если напряглась рука до локтя, то это событие вряд ли ты сможешь даже молитвой изменить. А если у тебя рука напряглась прямо от плеча и вся вот так вниз, то это событие абсолютно непреодолимое. А если так сильно тебе с рукой что-то произошло, что тебе ее сводит, и тебе хочется вот так ее взять, то это просто жизнь. У меня уже полтора года плечи лопали, я рада все равно в радости буду. Да, вот это очень важно знать, что когда у тебя заболело у женщины правое плечо, значит все на букву Х, а вот если левое плечо, то нормально. Мои хорошие, но при чем тут полиартрит? Мы сейчас говорим просто об энергии, которые идут по руке. Ну что же мне делать субботра Да при чем вот это ну, мы же говорим сейчас о судьбе. О, а разве это не судьба с тобой больно? Нормально, вы нас развеселили, можно я дальше буду лекарствовать? Можно, можно, можно. Мы просто в нас красавицы, ну, так классно нас веселить. Надо запомнить даже, разве это не судьба будет преданных. Отлично, отлично. Ладно, мои хорошие, то же самое, что и рука касается, когда это, ну, то есть, не то, что у меня, вот я иду, у меня с левой стороны, что-то хреново, что же хреново будет? Это, вот, само по себе тик ничего не значит. Вот вы, допустим, сели вот так, ручки вытянули, начали события вспоминать, и у вас задергалась в женщину с левой стороны. Значит, событие надвигается, оно принесет проблемы, но вы с ними справитесь. А если у женщины с правой стороны, значит, вы не справитесь, надо молиться Богу. И если молиться Богу, то справитесь. А если не вернете? Тогда ты несчастный. Если вы помолились Богу, стало, наступило спокойствие в сердце, поставили вот так ручки, мысленно настраивайтесь покупать квартиру или нет, и абсолютно ничего не дергается. Это значит, что вы дубовые. И эти методы пользоваться у вас не получится. Но это не для всех, это методика. Особенно с похмельем уже в таком блюде. Еще одну бутылку куплю или нет. И что-то ничего не мечется. Это метод людей, которые молятся, занимаются духовной практикой. У них есть контакт с Богом. И я вам просто рассказал, как Господь может вам помочь. Он вам дает намек. Хочешь верь, хочешь не верь. Ты можешь подумать, что это какое-то новое, а может, у меня не левая рука, а правая. Но если человек очень внимательный, то он будет чувствовать. Я могу тоже легко понять. Я и так определяю все. Вот, допустим, кто покупает себе жилье, допустим? Я просто хочу накопить купить жилье. Это другое. Кто замуж выходит? Что у вас ничего не происходит здесь в Караганине. С переездом, можно сказать. С переездом. Куда переезжать? На квартиру. Квартира уже есть, готова там. Ремонт относительно в день. Жить, проживать там уже можно. А у меня вот... Я не могу переезжать. Не хотите переезжать? Не можете. Мало это. Потому что вы женщина. Женщина, она так настраивает под себя жилье, все раскладывает, привыкает к квартирке, чувствует себя там хорошо. И тут, блин, все заново. Это же охренеть можно. Это надо все расставлять. Это все привыкать. Потом все заново. Это все там... Ну, это блин. Да, женщины? Да. Это же капец просто. Ну, женщине всегда куда-то переезжать. Это очень тяжело. Ну, ладно. А кто-то... А если мужчина не может... Женщине просто это, а мужчине тяжело. Значит, мужчина там убирается в квартире, что ли? Нет. Нет? Не хочет никуда переезжать. Все. Хочет остаться. А кто продается, живьем? Ну, кто спрашивает? Не продается. Вот вытягиваем руки. Какое жилье? Какое жилье? Квартира? У меня колод идет по левой руке. Значит, пока действует непреодолимая судьба. И она... Я могу посмотреть будущее. Закончится через три месяца. И могу посмотреть в прошлое. Опять же, по руке смотрю, смотрю. Месяц на два, три, четыре, пять. Где-то аж полгода назад началась эта судьба и закончилась, и закончится через три месяца. Все, кто разговаривает по телефону, вас слышно на весь зал. Не будем говорить, кто, хотя это был мужчина, который сидит сзади. Вам интересна тема? Дмитрий Геннадьевич, а непреодолимая судьба преодолеется с помощью аскеза? Дмитрий Геннадьевич, да? Ты уже, ну, как бы, тебя сильно не свернешь. Мозги тебе не свернешь. Через добрые дела. Особенно непреодолимая судьба, связанная... Вот связанная со здоровьем, без аскез вообще не вылечишься. Непреодолимая судьба, связанная с социальной, ну, с твоим социумом, допустим, выйти замуж, устроиться на работу, переехать куда-то там. Там, отношения с детьми, отношения с начальством, там, открыть бизнес. То тогда аскезы плюс добрые дела. Без этого вообще никак. А если ты хочешь победить... Вот женщина сказала, у меня вот уже несколько поколений детей в ссорице. Я смотрю, у меня по левой руке идет. Это непреодолимая сила, которая побеждается только молитвой. Даже аскезы, добрые дела, они помогут, потому что это идет вообще по роду с прошлых жизней. Ну, то есть это как бы вы попали в этот род уже, который вот с такой судьбой. И здесь уже только промаливать надо. Некоторые говорят, у меня в роду все женщины разводятся. У некоторых всех женщин, мужья умирают в раннем возрасте. У некоторых там рак, постоянно вот по мужской линии или по женской. Это все непреодолимая судьба. Вот все, что вот я перечисляю, это значит, что надо просто молиться. И эта молитва, и можно промолить эту судьбу, и она отступит. Любая непреодолимая судьба побеждается милостью Бога. Нет такой судьбы, которую невозможно было бы промолить. Бывают такие виды судьбы, которые все равно событие произойдет, но оно тебе не навредит. Вот то, что я вам рассказал, да, вот по линиям жизни. То есть у меня заканчивается жизнь. И на правой, и на левой руке. Правая рука – это то, что ты создаешь заново в жизни. То, что ты делаешь. А левая – это то, что было. И у меня и справа, и слева одинаково. То есть жизнь должна была прерваться два года назад. Из-за душевных потрясений. Но из-за того, что я молюсь, совершаю аскезу, у меня вот середина линии – это линия аскезы. На эту линию аскезы пошла ниточка от этой, и сделала, поменялась линия жизни. Она через аскезы удлинилась. Понятно? Ну, то есть нет такого, что типа сушите весла, как бы вы взволнованы. Есть жестокая судьба. Ее можно преодолеть, но большими усилиями. И именно она предсказывается. Потому что если человек может победить судьбу, то она не будет предсказываться. Предсказывается судьба. А вот эти все черные коты, там все в молнии, там все эти вещи, спотыкаешься, когда мужчина идет, думает о чем-то. Спотыкается. У меня такое было. Вот когда у меня пришла жестокая судьба, я шел, споткнулся на левую ногу. Я пошел подписывать документ. Споткнулся на левую ногу. Упал. И перед моим лицом был растерзанный труп животного. Мясо прям с левой стороны. Очень неблагоприятно. Но я уже не мог не подписывать. У меня как бы уже ситуация зашла в тупик. И потом дальше расколбас пошел. Вот хороший вопрос. Вот допустим, у вас что-то произошло, вы пошли в мечеть, как бы, Мула, давай молись, как бы мне некогда, я тебе денежку. Я не знаю. Мула знает, я не знаю. Мула помолился, я не молился. Поможет или нет? Вот теперь слушайте внимательно, когда помогает. И это не я придумал, это Бог придумал. Если у человека что-то произошло, он сам молится изо всей силы, ему не помогает. Я приведу свой пример. У меня в 13-м году, на меня там начали писать прокуратуры всякие, то есть люди на мой день рождения объявили мне, я тоже чувствовал это предсказанно, чувствовал, что так будет. Готовился к этому, промалил ситуацию заранее. Люди объявили мне, что будут меня гасить, поздравили с днем рождения. И потом началась целая кампания. Там президенту страны писали, прокуратуру Краснодарского края, прокуратуру Москвы. Там все очень юридически грамотно, там составлено, там на меня телеги катали. Я как раз у меня был в это время отпуск, я поехал в святое место и начал молиться 8 часов в день. Прямо постоянная концентрация на Боге. И чувствую по левой руке жесткая такая, прямо аж холодеет рука, вот так, непреодолимая судьба. Вот, и молился, молился, и где-то дней через 20, у меня месяц всего был времени, и я, блин, смотрю, я что-то вообще никак. И я просто пошел к священнику объяснять, что происходит. Он думал, думал, думал. Такой очень святой человек. Монах, который вообще никогда женщинами не имел дело, просто абсолютно чистый. вот, и он такой думал, думал, говорит, ладно, мы проведем за тебя ритуал. И как только он сказал, я от него вышел, у меня легкость по руке. Он еще ничего не проводил вообще. Легкость. Просто из-за того, что этот человек сказал, поможем, Бог сразу начал помогать. У меня сразу и все прошло. Потом на следующий день появилось немножко хуже, потому что судьба же валится. Она может период плохой, но постоянно валится новая, новая, новая. Опять что-то пошло, но я уже сам справлялся, промаливал, у меня уже неблагоприятных знаков не было. Потом они ничего не сделали. Потом эти люди на проверку приходили, говорят, мы понимаем, что люди просто вас хотят засадить. Вот всем понятно. может быть нам с ними поработать? Я говорю, не надо. Все нормально. Они даже мне предлагали наоборот с ними разбираться, с этими людьми. Все наоборот. Там подействовала судьба, что она наоборот уже пошла бумерангом. Вот поэтому молитва помогает, помогает, если ты просишь кого-то и сам не молишься, то не через кого действовать. Я сейчас объясню, как это действует. Вот вы, допустим, сильно связаны с сердцем со своим родственником, который ушел из жизни. И вам прямо чувствуют, что вам надо ему помочь. Вы идете в мечеть, просите Мулу помолиться за него. Сами ничего не делаете. Мула молится, и помощи никакой не будет, потому что помощь идет через ваше сердце. А ваше сердце не включено. Вы ничего не делаете. Поэтому помощь Мулы через вас не пройдет. Понятно? Но если человек молится сам и просит еще священника, то тогда двойной эффект. Но зачем нужен священник помогать тем, кто сам себе помогает? Если ты сам молишься и еще просишь помочь, тогда это работает. И вот для таких людей у нас даже есть такой проект, мы сейчас создаем. У меня есть один священник, в святом месте живет. Но это уже как бы ведическая такая традиция. Там есть такие как бы обряды с огнем, с возливанием масла. Они проводятся в святых местах, он живет в святом месте, этот человек. И мы скоро будем на сайте рекламировать, что можно такой обряд провести для человека. Но с условием, что человек сам ну что-то делает. Молится иначе, это все бесполезно. Давайте я вам завтра расскажу вообще, как побеждать судьбу. Потому что не просить, не молитвы читать не помогает. Помогает славить Бога. Нет, вы ошибаетесь. Когда человек просит, это очень низкий уровень помощи. Просто очень низкий. Потому что во время самой молитвы человек должен забыть вообще полностью о том, что произошло. И тогда помощь будет колоссальной. То есть человек до молитвы просьбу спрашивает, а потом просто славит Господа и забывает про все. А потом только после этого он получит помощь. Потому что в сердце может находиться или сам человек, или его судьба, или Бог. Одно из двух. Бог не лезет. Если мы не отпустили ситуацию, отпустить можно только славя Господа и забыв про себя. Поэтому я вам завтра расскажу, что такое нормальная техника молитвы. Понятно? Правильно, как это делать. Мы завтра поговорим. Хорошо? 15 минут? Еще какие-то вопросы? Кто задает вопрос? А? Ну где я не вижу? Руку поднимите. Я не работаю. Руку поднимите. А. Все. Долги. Постоянные долги? Постоянные долги всегда только из одной причины. Из-за сильных неуправляемых желаний. Когда человек сильно чего-то хочет и не может контролировать себя, тогда долги. Он не может не купить или не взять кредит там. Не может просто. у него нет внутренней возможности. Он очень сильно хочется. Поэтому долги. А как нам используют имя и следует взять? Желания побеждаются с помощью духовной практики. Потому что все желания человека направлены на этот мир это неправильное представление о счастье. Но это отдельная тема для беседы. Вот когда человек другими словами когда он духовной практикой занимается, то у него желания перестанут становятся не такими жгучими и с ними можно разбираться. А если наоборот цепень не отдает долги? Это жестокая судьба как раз. Но насчет долгов я вам точно могу сказать на 100% если вы деньги кому-то в долг дали то где-то 80% что их не отдадут. Потому что человек берет чужие и отдает а свои а свои жалко отдавать жалко же и вы же не монстр какой-то там не гангстер не там не вышибала вы просто женщина такая слабая которую можно пренебречь в принципе поэтому вывод какой сердечко свое беречь от этого всего если хотите помочь дайте и забудьте и все сколько можете вот с родственниками так надо делать что падает у вас сейчас идет плохой период связанный с финансами он начался два с половиной года назад закончится через семь месяцев тренировался много лет да так я вам рассказал как узнавать тренируются сами я все рассказал тренируются первое самое главное это чистая жизнь не обманывать не воровать плохо людям не желать не жадничать не сплетничать не развратом не заниматься Бог тогда в сердце человеку помогает потому что он радуется человеку который правильно живет когда не сложно вытащить знания из сердца потому что Богу ничего не жалкого он не скрывает дальше вопросы ну правое колено это неблагоприятно все это к очень косым дождям или косым мужикам шутка хорошо давайте насчет колен и правой стороны поговорим у человека есть правая сторона и левая сторона правая сторона волевая или рабочая а левая семейная или любовная если болит правое колено это значит ну колено связано с ноги это связано связано с тяжелым трудом всегда правая сторона это волевая сторона И колено означает отчаяние или насилие во время работы. То есть вывод такой, неумение отвлечься от тяжелого труда, который не нравится и который является безвыходным, что ты пашешь, тебе не хочется, а надо. Против своей воли, это правое колено, это волевая зона, это значит перенапряжена воля у человека, не важно, женщина или мужчина. А левое колено, это означает, что несчастная семейная жизнь, ну то есть в них какие-то непреодолимые события происходят, в которых ты не можешь ничего сделать. Левые все органы, правая вот печень, допустим, это волевой орган, когда человек пашет, у него печень перенапрягается. Волевые функции, когда печень больная, воля теряет сразу. Человек не может себя заставить ничего делать, печень когда больная. Поджелудочная железа связана с отвращением. Когда человек испытывает в личной жизни отвращение, он истощается, поджелудочная железа. Сердце связано с глубокой обидой. Обида когда сильная. Почки это подсознание, орган связан с подсознанием. Это почки страдают от того, что человек, ну как бы не отдыхает, трудится, пашет, пашет, без отдыха. А кожа? А? А кожа? А любви на любви, а себя? Это уже, ну как бы, это уже можно объяснить по-другому немножко. Кожа связана с эмоциями. Эмоциональная неправильная работа эмоций, кожа страдает. А можно, пожалуйста, мне аллергия на систему? Аллергия, а? Например, поясничная девушка, мы подказываем, что-то, поясничная девушка. Чего? Поясничная девушка, много воды. Мои хорошие, и вы о болезнях хотите знать, что ли? Я могу рассказать вам о болезнях, что болезни связаны с пятью психическими слоями. Каждый психический слой отвечает за свои зоны. Вот, допустим, четвертый слой, который связан с настроением, он же отвечает за костную систему. А для этого надо почитать методичку и делать аскезы, очищающий организм. Надо было ходить с нами сегодня, ходить, бегать или ползать на улице, учиться очищать организм. Да, ваш вопрос. Как научить меня пролировать свой гнев, когда дети, например, комят, окружаются, 12 лет, он не контролирует свои эмоции и все время вынуждает дальше, что палашно не может. И вот это желание метод, который у нас применялся в детстве, вместо пряника к мусору, да? И как это, вот это, прервать эту карму и воспитать детей гуманно? Вот у человека есть три энергии. Есть энергия знания, есть энергия счастья, есть энергия воли. Когда энергия знания страдает или нарушается связь с водой у человека, у него повышается, повышенная чувствительность возникает, и она приводит к гневливости. Чтобы победить гневливость, надо раз в неделю ходить в бассейн, 28 градусов, 70 минут сидеть в этом бассейне, и делать неподвижные положения тела, например, к стеночке встать и учиться долго стоять. Вот блок, связанный со статическим напряжением, о котором я вам говорю, у вас лично находится на третьем психическом слое, который отвечает за мысли, поэтому у вас чувствительные мысли. Вы реагируете на слова сильно, на слова, на рассуждения людей. И это побеждается вот этими, вот этой аскезой вода и неподвижное положение тела. А подробности в методичке. То есть, если вы уберете у себя блок, реагирование станет легче, потому что реагирование ваше означает неспособность выдержать психический удар. Когда психика работает нормально, спокойно у человека, там нет блоков, то выдержит удар гораздо легче. А слово «гнев», оно также связано с энергией знания еще в другом аспекте. Потому что есть два аспекта. Один аспект — это блоки, которые не дают человеку нормально реагировать. Он такой весь дерганный, чувствительность высокая. А второй аспект — это незнание. Вот, допустим, если взять, вот, по-доброму вообще просто общаться со своими детьми, разговаривать с ними о чем-то, читать, рассуждать о священных писаниях там, или о добрых героях каких-то, просто с ними общаться ближе, не уроки делать, а просто разговаривать по-доброму. Тогда вы начнете понимать своих детей лучше. И поймете, что дети отличаются от взрослых тем, что они гораздо меньше понимают. И когда вы поймете, что он просто не понимает, вам станет легче. Я разок вот это увидел в ледниковом периоде, там есть такая сценка, что слониха, ну там они опоссумы, там сводные братья. Вот. Слониха, она говорит, зачем вы лезете на эти ледники, ведь там, вы постоянно опасности себе подвергались. Вот опять чуть не разбились там, на этих ледниках. И они стоят такие, опоссумы стоят такие. Сказать тебе правду? Ну скажите, пожалуйста, мне правду, чтобы я знал, почему вы туда лезете? Они такие хоровые. Просто мы тупые. Вот это знание вам надо получить из своих детек. КОНЕЦ Идremем КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok